Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую всех на своем YouTube-канале Дискуссия Кубани. Появилось больше у меня свободного времени, теперь можно работать подольше на разводни. И поэтому я возвращаю рубрику «Недельные новости разводни». Получится такое же объемное видео, как и обзорное, только в обзорном видеоролике я показываю, что происходит на протяжении месяца и что происходило раньше. Ну а о «Недельных новостях разводни» будет показываться работа, которая происходила на протяжении этой недели. Также на этой неделе у нас были отправочки дискуссов по Волгоградской области. Отправляли мы в город Волгоград, в город Суровикино. Рыба благополучно доставлена для новых хозяев. Также хотелось бы поблагодарить всех, кто поздравлял меня с 28 днем рождения в предыдущем обзорном видеоролике. Да и не только на Ютубе, ВКонтакте, Ватсап, Телеграм. Всем большое спасибо за приятные слова. Ну а мы приступаем к тому, что происходило на протяжении этой недели. В этом видео будет показано кормление мальков, подростков и взрослых фаршем, процесс приготовления новой порции фарша, пару слов о технологии изготовления, о ингредиентах. Также будет показано работа на разводни, непосредственно переселение крупных подростков по банкам, то есть из трех-четырех аквариумов, пересаживаю в один общий большой аквариум, рыбу на реализацию и пересаживаю половину голубых алмазов для последующей работы, селекции и разъедения. Ну и разная работа по разъедению, по содержанию. Надеюсь видео получится интересным, получится оно также и очень длительным, как и предыдущее, поэтому тайм-коды с описанием в видео, в помощь. Что ж, всем приятного просмотра, а мы приступаем. Кадры, которые не вошли в видео. Банка номер 16, выводок от леопардов, жили в маленьком объеме, пересаживал их 190 литров, хоть сюда вот. Ну так постепенно растут. Есть, конечно же, те, кто слабо растет, и если в течение месяца не будут округляться, то придется их утилизировать. Вместе с ними здесь плавают подростки, скрещивание от алмаза леопарда, пятерочки, шестерочки, голубая змея, кобальты, леопардики, бриллиантовые туркисы, самые крупные, благополучно распроданы и отправлены по регионам России. Ну а вот младшие собратья, младшие сестры, сейчас кушают, растут с другой рыбой. Надо было снимать видео мне вечером. Рыба, я не знаю почему, но она к вечеру лучше смотрится, прям светится. И особенно, когда кормишь, она распушается сильно. Вот здесь красная рыба сидит. Красный валентин, ред-вайт. В перспективе не ресит двух красных валентинов. Можно, в принципе, и с нашими самочками, с красно-белыми. Хотя бы качество амбалька на выходе намного лучше становится. Ну а двух валентинов отличные яркие ред-вайты получаются, сноу-вайты. Валентинок, как таковых, очень мало. Кормлю их разным фаршем, когда придется, когда зеленый даю, когда красный даю. Аквариум номер девятнадцать. Рыбка кушает. От скрещивания мухомора и альбиноса есть хорошие особи, у кого меланина мало. Но есть также особи, у кого меланина много. Либо в среднем количестве. Видимо, это связано с неправильной совместимостью генов. Обычный пиджин с альбиносом, видимо, не совмещается. Рыбасики ходят, кушают. Еще забыл упомянуть, что была сформирована у меня молодая пара из браунковер в блюрим. Благополучно отправлена новому владельцу. Значит, ковера у меня сформировалась еще одна пара. Вот ред ковер. Вот такой вот. И коричневый туркист. Такой неплохой плавает. Вот он. Боится. Сейчас должен приплыть. Вот это предположительно самец ковер. Личинка была на выходе. Но, к сожалению, самка два раза съедала личинку. Поэтому будем оставлять самца. 28 сентября была профилактика жаберного сосальщика. Рыба хорошо стала кушать сразу же. С чем такие обработки связаны? Иногда бывает, когда портится фильтрация. В данном случае здесь выскочила трубка и плохо работал сам. Точнее, вообще не работало. И иногда из-за этого приходится делать обработки. Вот. А вот рыбасики, которые боялись на момент выхода видео. Сейчас будет кормление у них. И они у меня будут кушать с рук. А ну-ка, давайте идите сюда. Самые смелые подбегают. И потом должны другие подбегать. Накидаем кусочков. Вообще, такая реакция нормальная для рыбы, когда она подбегает, берет кусочки и убегает. Резкие движения нельзя делать. Баяки-баяки. Пускай кушают. Дальше пойду кормить. Самые прожорливые пиджины. Не успеваешь опускать, сразу съедают руку. Хорошо. А сейчас как только кушать всем начал давать, корм увидели сразу же все стали подбегать. Но-но. Ох уж эти стекла. Протираешь, протираешь, разводы остаются. Вот тигр, которого я вам хотел показать. Мой любимчик. Хайбоди. Сейчас он чуть дальше, но он с мою руку размером. Вот такой вот красавец. Алмазики. Кстати, с ними здесь по-моему рабочий самец я сажал. В этот раз я им дал чуть больше фарша, но чтобы показать их. Такой туркир здесь плавает. А где хекель? Хекель у нас вот там стоит, у стенки. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Вот валентинки кушают. Еще камера так цвета передачу делает как-то странно. У нее вроде бы красные, она больше оранжевая отдает. Тигрята распушились, кушают. Вот этих вам еще мальков, к сожалению, не показывал. Они боялись, в углу стояли. У них завтрак, кушают. Это выводок от алмаза и леопарда, где получаются кубальты, алмазы, змеи, леопарды, голубая змея. Еще мальок довольно таки неплохо растет, хорошо форму набирает. В основном здесь моя заслуга в том, что я очень рано их приучил к фаршу. Такие рыбасики. Вот помет леопардиков. Которые вчера стояли, переваривали еду. Сейчас вот кушают. Как же видео не вышло, вот эта вот рыба. Вот у меня особь решил назвать апельсиновый лимон. Если смотрели мои видео о новой рыбе, вот эта рыба была прям такая желтая. Чтобы рыба была желтая, нужно кормить либо обычным фаршем, либо кормить фаршем с добавлением желтого карафилла, который есть, существует. Но я их посадил к пиджинам, поскольку я не хотел, чтобы они перепаровались с какими-нибудь ред-вайтами, либо валентинами. Чтобы там выходить чертишом получалось. В общем, собиралась пара, посадил к пиджинам. Один раз покормил красным фаршем и моментально окрасились вот в такой цвет, оранжевый. Ну там уже и самальков сможем поднять уже у нового хозяина. Каким фаршем будет кормить? Будет кормить обычным рыба будет желтая. Будет кормить красным рыба будет такая оранжевая, живо-красная. Пока у нас саживается новая партия живой наупли для кормления одной пары с мальками и дальнейшем заморозки. Заморозку вчерашнюю даю малькам. Эти тигрята кушают в принципе фарш, но наупли тоже немножко даю. Докармливаю их науплией. Ну а здесь вот апельсиновые лимончики кушают. Вот столько у них наупли. Заморозку кушают дай боже. Обязательно перед кормлением я отключаю механический фильтр, чтобы он себе много корма не забирал. Чтобы весь корм поедался мальком. Если времени у меня много и основной работы мало, я малька кормлю в основном три раза в день. Так в основном два раза кормлю. Отбраковка, сортировка еще не проводилась. Пока не видно. Тяжело сортировать. Будем уже потом делать. Вот так сейчас меняю воду в аквариумах. Шланг, горячая вода, кипяток. Открываю не слишком сильно кран, чтобы напор был поменьше. И максимальный напор ледяной воды. Таким образом смешивается получается теплая вода около 30 градусов. Потом если температура выровняется и будет оставаться процентов 15-20. Что мы делаем? Мы перекрываем наш кран с горячей водой и у нас уже доливается холодная вода. Тем самым остужается и выравнивается нужная температура. Но вообще я думаю для подмен воды, чтобы легче менять. Потому что я вот сейчас все это время, только сейчас до меня дошло, что можно вот так вот заменять воду из-под шлангов. Намного проще, чем если я наполняю бочку на 60 литров, смешиваю, пробую рукой. Ну конечно же бочку наполнять удобнее, когда делаешь транспортировочную воду быстро. Но для замены воды с бочки неудобно. Ты наполняешь бочку, потом закидываешь помпу, перекачиваешь в разные аквариумы воду, аккумулятор разряжается. А зачем это делать, если можно напрямую сразу заливать воду? Вот так вот я сейчас сделаю. И самое главное, я думаю, для замен воды главное, чтобы шланги, чтобы миксование лучше происходило, чтобы шланги были одного диаметра. Здесь большого диаметра горячая вода и маленького диаметра холодная. Надо холодную будет переделать, наверное, сделать больший диаметр, чтобы быстрее еще наполнялось. Вообще, конечно же, в идеале, если бы мы знали, что здесь у нас будет разводня, то мы бы сделали внизу подвал и там, возможно, была бы либо разводня, либо компрессора, чтобы здесь было тихо, чтобы здесь ничего не гудело, либо там был бы какой-нибудь большой резервуар тонн на 7 на 8 для замен воды или циркуляции осмоса. Очередной нерест завершен неудачно. На днях отнесились все-таки у меня чекербордики. Самка наложила много икры. Вроде бы, как через сутки не побелела икра, потемнело наоборот, но что-то я не заметил, чтобы самец с длинной косой оповотворил икру. Может быть, они ухаживали за икрую по старой памяти, но вот сегодня на третьи сутки ничего не осталось, все съели. Может быть, вероятнее всего, самец забыл, как надо оповотворять икру, потому что достаточно долгое время, вот на протяжении уже полугода, я пиджинов вообще не развожу. И, видимо, забыл самец, как нужно оповотворять икру. Да и самка, она с другим недосамцом нерестилась, поэтому есть там еще одна самочка, у меня змеиная кожа, с которой он нерестился тоже удачно. Попробую еще с самкой отнерестить, стой. А здесь, к сожалению, у нас вода, не знаю, как бы неудачная уже версия воды, повторной нерестой здесь вряд ли получится. Либо имеет смысл поддержать эту пару и поподменивать воду, не сажая ее в общак, либо полная стопроцентная замена воды и ее перезапуск. Хотел упомянуть пару слов о содержании дискуссов в теплой воде, то, что я не сказал в предыдущем видео. В общем, у нас похолодало в Краснодаре, ночные температуры опустились и в аквариумах у крупной рыбы температура опустилась до 27 градусов. При такой температуре рыба перестала нереститься, стало хуже есть, начал стрессовать, а некоторые отдельные экземпляры даже начали бояться и метаться. Поэтому подключал грелки в аквариумах с крупной рыбой и выставил температуру от 28 до 29 градусов. Ну, где-то грелки стоят старые еще, акваэльевские, которые прокручиваются без цифрового табло. У этих рыбок температура 30 градусов, ну, у других крупнячков на уровне 29, есть у 28 я сделал у редвайтов. После поднятия температуры рыба сразу стала активнее нереститься, лучше себя чувствовать, лучше питаться и меньше стрессовать. Еще хотел показать эту баночку, чем меньше рыбы в аквариуме, тем меньше она портится. Здесь изрядно поредели их ряды, рыбка реализовывается, отправляется, в общем, здесь вода супер кристально чистая, как слеза прямо практически. Изнутри ее чуть-чуть бы протереть и вообще замечательно будет. Маленькие сомики, которых я не отлавливал, не знаю, чем они питаются, может, какими-нибудь микроводорослями, но пока их никто не съел, они здесь даже начали удлиняться, у них желточный мешочек рассосался, вон они там все сидят, не знаю. Кстати, один раз оставлял таксомиков и 5 штук дожили вот до такого, до крупного размера. Только я не знаю, чем я их кормил, циклоп, по-моему, давал. Ну, в общем, вот как-то так сами по себе растут, может быть, надо просто их содержать и выращивать при более низкой температуре. Допустим, здесь, если опускать руку, на ощупь примерно градусов 26-25, наверное. Сейчас посмотрим, вот у меня есть спиртовой градусник. И посмотрим, до какой температуры она опустится. Здесь грелки нету, пытался разводить сомиков при температуре 28 градусов. Значит, какая здесь у нас температура? Без обогревателя 28 градусов, ну, нормальная температура. Вообще, зимой без грелки сомики спокойно живут при температуре 26-27 градусов. Сейчас начали декапсулировать на Уплию новую партию. Приобрели у знакомого разводчика дискуссов в Керчи. Артемия от Евгения Мархаброда. Значит, ни у кого на Упли, циск на Упли не было. У него есть. Взяли на пробу несколько килограмм. Результат радует. Выходы, наверное, самые лучшие за все время, что мы брали. 99% наверное выклев. Супер оранжевая, супер такая темно-бордовая. Не успеваешь даже малька кормить. Трех банок даже много. Если раньше, вот мы делали три инкубатора, и там с одного сачка, ну, чайная ложка, ну, две чайных ложки цист выклевывалось, то здесь 4-5 чайных ложек. Приходится лишнее замораживать. Один полный сачок уже есть. В общем, цисты очень зачетные. Всем рекомендую. Санта-Барбара под вечер. Перед кормлением заменил 20% воды. И тут понеслось. Вот эта вот парочка редвайтов стоит на конусе, трясется, дерется с парой валентинов. Слева самка, вот эта вот по центру, слева вот эта самец. Вот они с той парой на конусе стоят, дерутся. Потом в стороне стоит вот эта самка красного валентина. Психует, дерется с той дальней самкой, трясется, чтобы на нее обратили внимание. Этот валентин тут самец просто ходит, сам по себе кушает. В общем, вот здесь вот за конус дерутся три самки, два самца. Вон, самцы выясняют отношения. Затем на центральном конусе отнерестилась немножко самочка редвайд. Вот, тут два самца дерутся. Слева самец такой, более старый, справа валентин, более молодой. В общем, самочка отнерестилась. Они тут вдвоем стоят в посудке, эту икру. Слева, ну тут самка одна стоит, а другая самочка редвайд. Пока тут все дрались, она там втихую отнерестилась на конусе, но сразу съела свою икру. В общем, капец, что тут творится вообще. Но пока я не знаю, кого буду отсаживать в нерестовик. Сегодня у нас четверг, 3 октября. Сегодня будем заниматься пересадкой рыбасиков, самых хороших пиджинов. Большую объемную банку. Из этого аквариума, из этого аквариума в этот аквариум. Также сегодня на разводне выборочная, плановая стирка губок в разных аквариумах. Отсюда забираем рыбу. На доращивание надо корм сюда. Потом с того аквариума половинем голубых алмазов сажаем в эту банку. Она была свободная. Также, возможно, вот отсюда может быть некоторых хороших пиджинов, типа вот этого, вот этого. В общем, самых крупных посмотрим. Может быть, тоже посажу. И в этом аквариуме здесь у нас, наверное, будет стая около 40 штук. На 320 литров, когда здесь живет рыба в размере 9, 10, 11 сантиметров. Это норма, ну, лично для меня. Так как здесь никакого декора нету. Чисто стерильник с сампом. Так, ну, лишних тут несколько штук я убрал. Вот столько места у нас здесь осталось. И осталась здесь вот такая рыбка. С этими рыбами я оставил коверов, потому что тут коверов одна пара рабочая получилась. Дальше будем с ней работать. А остальные пиджины на реализацию. Вот эти вот красавчики. Чекерборды здесь у нас. Золотой пиджин. Ну, стая маленькая, поэтому они сейчас в кучку сбились. Значит, вот первая стая. Коум будем пересаживать. Здесь около 15 особей я насчитал. В общем, самых хорошеньких выбрал. Сейчас мы будем закидывать. Предварительно вам хочу показать, кого я тут пересаживать буду. Это, возможно, змея будет. Вот, видите? Сейчас. Раз. Два. Так. Вот, чекербордики такие хорошенькие. Вот мухоморчики, возможно, будут. Золотые пиджины разные. Даже, возможно, с возрастом, вот, скорпион получится. Если белый фон будет преобладать. Такие рыбасики. Сейчас будем пересаживать. Так, ну, первая партия пересажена. Все сразу в куче тут сбились. Нормально. Вторая партия вот уже отсажена. Значит, более мелкие. Там какие-то, которые будут по скидке реализовываться, возможно, в эту банку я отсадил. Вот. Эта баночка у нас пустая. Сюда мы будем сейчас содержать голубых алмазов. Также немножко проредил вот эту стайку. Отсюда самых крупных забрал. Кстати, одного крупного я тут упустил. Золотого пиджина. Вот того сейчас будем забирать. В общем, около пяти особей я отсюда забрал. Немножко разгрузил. Хотя здесь я бы не сказал, что такая загруженная прям система. Вода кристально чистая, как слеза. Но, в принципе, рыбка себя нормально чувствует. Так, ну, вот кого мы будем пересаживать. Тут есть такие зачетные особи крупные. Вот это золотой пиджин такой, кругляш. Золотой пельмень. Так, кто тут у нас следующий на очереди? Пиджин чекер-борд. Так, ну, а так. Здесь, в принципе, рыбка самая достойная отобрана. Смотрите, какой кабанчик. Золотой пиджин. Вот такая лепота. Располовим голубых алмазиков. Я бы не сказал, что здесь прям одни крупненькие, одни маленькие. Но маленьких, как сказать, таких по 10 сантиметров отловил. Оставил 12-14 сантиметров. Здесь была стая, получается, 19 штук на 240 литров. В общем, оставил я здесь 9 штук. Сейчас пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 9. Да, 9 штук. Алмазов здесь оставил. Вот они. Кабасики. Один даже на конус уже встал. А других, вот они. Других будем сейчас пересаживать. Такие подростки хорошенькие. Худренькие такие. Сейчас будем пересаживать в новый дом. Эта рыба не продается. И кто-то будет писать комментарии. Вот такой красавчик. Это нашего разведения рыба. Вот. Это пред-предкрайний помет. Они даже некоторые вот как хайбоди получились. Вот такой вот высокий. Московская селекция голубых алмазов. Всего мы маленькую стайку, там штук 6 или 5 брали. А так, в основном, это преимущественно уже рыбка, разойденная нами. А почему-то она хайбоди получилась. Рыбка пересаженная. Располовинена, точнее сказать. Банка 270 литров. Но 270 литров она с биоячейкой. То есть реальный объем без биоячейки здесь будет 260-250 литров. Наверное, надо было сюда посадить самую крупную. Но дело в том, что территориально. Об этом я еще видел в Секретах разведения дискуссов. Правила формирования пар. Снимал видео обучающее. Территориально здесь рыбе негде расположиться. Но чтобы сформировать пару. То есть здесь в основном будет зона кормления. Ну, на формирование пары, возможно, можно там укромный уголок какой-нибудь сделать. Или здесь вот два конуса поставить. Посмотрим, что из этого выйдет. А пока вот рыбасики. Вот пересажены. Сейчас акклиматизируются в новом месте. Новая у них своя стая будет. Тем временем рыбка уже почти акклиматизировалась. Ходит здесь вот такая стая пиджинов получилась. Наверное, около трех-четырех десятков здесь всего получится. Но рыба здесь, в принципе, достойная. Еще бы стекло. Надо стекло-очиститель прикупить. И рыба будет намного лучше смотреться. Если бы еще камера не отсвечивала. Не светлила рыбу. Ну, так, в принципе, можно подобрать рыбу. Пишите, обращайтесь. Дискусы пиджины по доступной цене. Чекерборды есть. Золотые пиджины. Сейчас мы у них еще для того, чтобы супер-супер-пупер чисто было. Протрем нормально стекло. И постираем губки. Делаю новую порцию фарша. Первая порция я сделал пять плиточек. Вот примерно такой тазик. Пять плиточек красного фарша. Но я, скорее всего, дальше, следующие рецепты, буду делать общаковый фарш. То есть и для красной рыбы, и для синей рыбы. Значит, потому что, если делать два вида фарша. Для красной рыбы красный фарш, для синей рыбы зеленый фарш. То в конечном итоге какой-то фарш быстрее заканчивается. И ты кормишь красным фаршем синюю рыбу. Либо, наоборот, зеленым фаршем красную рыбу. Поэтому всего должно быть по чуть-чуть, чтобы оно сильно не выделялось на рыбе. Значит, по ингредиентам. По-растетски вообще фарш. Никаких посторонних лишних ингредиентов нам не надо. Ни рыба, ни кальмары, ни тыквы, ни кабачки. В общем, мы берем на офт-базе, покупаем мидию замороженную. Мидия у нас идет, мясо мидии очищенное без ракушки. Чилийская мидия. Сердце раньше было аргентинское. Сейчас, по-моему, Мираторг. В общем, российское. Значит, сердце обязательно вымачиваем от крови. Под протоку ставим. Потом уже отстаивается в обычной воде. Затем мы сердце очищаем от жил и жира. Один раз пропускаем через мясорубку. Вместе с мидией также один раз пропускаем через мясорубку. Второстепенные ингредиенты. Чеснок. Можно использовать чесночное масло. Но, я думаю, лучше отдавать предпочтение свежему чесноку. Один зубчик берем, мелко-мелко шинкуем. Можно через чеснокодавку, но через чеснокодавку остается много кожуры. В общем, мелко-мелко нарубили ножом. Это сюда добавили. Все взбили, взмешали. Еще чесночное масло. Но там химический способ оно приготавливается. Неизвестно, как еще приготавливается. Второй ингредиент. Это рыбий жир. Вообще, любой может быть. Это может быть форелевый. Он более жидкий. В данном случае рыбий жир здесь такой. Он в виде каши полужидкий. Но, в общем, главное, чтобы был рыбий жир. Добавляется вот этот тазик. Примерно 6-7 килограмм. Ну, если супер жидкий, то примерно 1-2 столовых ложки. Ну, я делаю, в принципе, все на глаз. Всего по чуть-чуть. Далее, на 6 килограмм одно сырое куриное яйцо добавляется. Также будем добавлять красный карафил. Вот так вот он выглядит. Хранить карафил надо завязывать в пакетике, чтобы он не терял своих свойств. И будем также добавлять порошок спирулина. Хранение в холодильнике надо обязательно накрывать готовую консистенцию фарша, чтобы он не выветривался. В холодильник обязательно ставится для желирования, чтобы он меньше болел. Но хранение в холодильнике не больше двух дней. Потому что больше двух дней уже прокислен там. И подпорченный фарш ни в коем случае нельзя отдавать рыбе. Потому что можно легко заработать гексаметоз. Потом заморитесь, рыбу лечите. Значит, обычно на красный фарш я делаю чайную ложку без горы полную. Но поскольку здесь будет общаковый фарш, поэтому мы делаем неполную половинчатую ложку. Обязательно растворяется тепленькой водичкой, горяченькой водичкой. Но не холодной. Тепленькой водичкой половину сразу делаем. Еще, когда у вас долго стоит фарш, либо если он по какой-либо причине получается у вас полусухой, либо сухой, можно добавлять немножко воды. На данном случае здесь с водой можно карафильчика добавлять. Если наоборот у вас жидкий фарш получился, то можно немножко подсушивать путем добавления специальной сушки для дискуссов. Это тетрадискус гранулы. Либо добавлять можно рыбную муку, это белки, либо спирлинки побольше. На разводни аквариумы прям намного чище и красивее стали. В общем, приобрел очиститель. Ну, во-первых, тряпочка из микрофибры, во-вторых, очиститель, который вроде как не оставляет разводов. Вот такой застекло и зеркал. Но, в принципе, результат мне нравится. Аквариумы прям намного, намного чище стали. Рыба лучше стала смотреться. Изнутри налет надо только вытереть. И будет прям идеально смотреться рыбка. Вот, это все пиджин на реализацию. Вот. Здесь тигрята сидят. К ним сомиков вот таких маленьких подсадил. Вот тигрята. Так, что еще тут тигрята-подростки. Здесь пиджины на доращивание сидят. Здесь вот голубые алмазики уже акклиматизировались. Распушились. Ну, когда я пришел, на стекле были. Вот так, бояки-бояки. Ну, а так, в принципе, почище стали. Стекла попротирал сейчас на всей разводне. Намного лучше стала рыбка смотреться. Вот малючки тут сидят. Апельсиновый лимон номер три. Предварительно немножко размешал. Вот так получается. Еще хорошо, что когда немножко положите в фарш, он легче взбивается ручным блендером. Одно яйцо, чеснок, карафил, рыбьего жира добавили мы. Но спирулина она добавляется уже потом, когда мы это все смешаем до однородной массы. После взбивания лучше перемешать ложкой дополнительно фарш, потому что бывает такое, что остаются крупные куски сердца, которые не взбились. Вот так вот я немножко сделал спирулины. Примерно на глаз, ну, по поверхности вот так вот. Теперь перемешиваем. Кстати, при перемешивании идеальная фракция, такое как студень, то есть полужидкий он был. Сейчас мы еще и подсушиваем его спирулиной. После этого мы перемешиваем, взбиваем его. Ну, и раскладываем по пакетам. И в морозильник. Вот они алмазики. Проголодались, насекло пришли. Вспышку включать не буду. В принципе, наверное, и так видно. Сейчас, может быть, только цвет поярче чуть-чуть сделаю. Без резких движений. Ну, в общем-то, стекло-то нормально. В принципе, протерлось. Разводов нету. Рыбка хорошая, растет. Посмотрим, получится ли пары сформировать. Ну, здесь, конечно же, дай бог, хорошая такая стая получилась. Пиджинов. Сейчас, может, свет поярче сделаем. Лампочку сейчас вот так вот сделаем. Вот это, я понимаю, стая. Такая нормальная. Кстати, я тут одного вот пиджина, этого, не пиджина, а ковера, оставлял. В общем, он, когда двигается, мне кажется, что у него форма не очень. А у них, оказывается, я вот только сейчас присмотрелся, вот у них в районе головы, вот такие вот, как видите, заостренные. Это у них получаются шипы. Вот здесь вот на спинном плавнике, вот они. Вот, может, генетически так у них от мамы от папы передаются. Ну, в общем, на спинном плавнике шипы, на анальном плавнике шипы, вот они спереди. И когда они плавают против течения, либо там просто плавают, они немножко поджимают эту часть, и кажется, как будто они, ну, как подрезанные, что ли. Ну, вот-вот, видите, он вроде бы вот так вот плавает, и как будто у него плавника не хватает, но он потом, когда спокойный, он распушается, становится нормальной формой. То есть во время движения и плавания они вот так вот поджимают свои шипы немного. И ведь этими шипами они, кстати, пробивают чаще всего пакеты, если их не водить в состояние сна.